МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители поселка Хушока требуют вернуть неотложку. Решение Министерства здравоохранения оставило свыше 4 тысяч людей без бригады скорой медицинской помощи. В Караганде прошел фестиваль с участием этнокультурных объединений. Мероприятие посвятили Дню языков народов Казахстана, который отмечается 5 сентября. Сто мужчин, жители четырех областей Казахстана, вновь надели военную форму. В войсковой части 36-352 стартовали учебные военные сборы для военнообязанных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Жители поселка Хушока требуют вернуть неотложку. Решение Министерства здравоохранения оставило свыше 4 тысяч людей без бригады скорой медицинской помощи. В причинах таких кардинальных изменений разбирались наши корреспонденты. Ну, дайте помощь ночью, какую-нибудь помощь. Дайте что-нибудь такое. Чтобы люди надеялись, что там кто-то сидит. Что мы найдем машину свою, заправим. Ну, чтобы кто-то нас увез. В направлении какое-то. Вы же знаете, в городе ноль. Подъезжаешь и свободны, хоть умираешь. Жители поселка Хушока боятся за свои жизни. Единственную в поселке бригаду скорой помощи расформировали еще в марте. Если в дневное время люди могут обратиться в амбулаторию, то в ночное время суток они могут рассчитывать только на себя. Из-за отсутствия скорой жители Хушока не раз оказывались на волоске от смерти. Парень работает здесь в ресторане. Открылась проходящая язва. Ну, хорошо, что был директор ресторана, и он на своей личной машине отвез человека в больницу в Карганду, и там его спасли. Потому что сюда звонили, тоже нет ни скорой, ни врачей. Согласно новому приказу Министерства здравоохранения, отныне наличие бригад и станций скорой помощи напрямую зависит от количества населения. В поселке Хушока проживает всего 4700 человек. Это и стало причиной расформирования бригады. В центральные районы больницы оправдываются приказом министра. Однако местных жителей никакие бумаги не заботят. Ранее бригада скорой помощи содержалась за счет средств корпорации «Казахмыс», а позже была передана на баланс центральной районы больницы. С поступлением приказа «Сверху» неотложку решили убрать. Тем не менее, специалисты больницы заверяют, что население без помощи не останется. Вот только не готовы. Предыдущие жители этим словам не верят. Население, значительную часть которого составляют пенсионеры, намерено отстоять свое право на скорую помощь. Жители уже обратились в Акимат. Теперь им предстоит ждать и надеяться, что чиновники прислушаются к ним. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. За ритуал с ножами карагандинской пенсионерке назначили штраф. Специализированным административным судом Караганды вынесено решение в отношении женщины, которая воткнула в клумбы более сотни ножей. 8418 тенге. Именно столько придется заплатить карагандинской пенсионерке в виде штрафа за мелкое хулиганство. Такое решение суда вынесено согласно протоколу об административном правонарушении. Об этом передает пресс-служба областного суда. Специализированным районом административного суда города Караганды рассмотрено административное дело в отношении жительницы Караганды по части 1 статьи 434 Кодекса об административном правонарушении РК. Это значит мелкое хулиганство, выраженное в заведении мест общего пользования. По остановлению суда 24 августа текущего года она была признана виновной к совершению административного правонарушения. На ней она нужна в административном правонарушении в виде штрафа в размере 8417 рублей. Напомним, необычный случай произошел в Караганде в середине лета. Полицейские несколько недель пытались понять, кто втыкает кухонные ножи в землю в общественных местах. В итоге удалось задержать 68-летнюю пенсионерку. Задержанная сообщила, что таким образом лечила ноги. Рецепт оздоровления она вычитала в сборнике нетрадиционной медицины. В Караганде прошел фестиваль с участием этнокультурных объединений. Мероприятие посвятили Дню языков народов Казахстана, который, согласно постановлению премьер-министра, отмечается 5 сентября. Участники фестиваля исполняли песни и танцы, раскрывающие особенности культуры их народа. Под таким названием прошел фестиваль, приуроченный ко Дню языков народов Казахстана. Это означает, что язык служит своеобразным мостом дружбы. Это название было выбрано не случайно, ведь участниками фестиваля стали представители пяти этнокультурных объединений Караганды. В этом фестивале принимают активное участие представители этнокультурных объединений, которые показывают свои традиции, обычаи языки. Естественно, государственный язык здесь выступает как объединяющим фактором. И каждый представитель этнокультурного центра показывает свои традиции, обычаи, поют песни. Также мы их награждаем премией. Участники фестиваля отметили значимость проведения подобных мероприятий. Они подчеркнули, что благодаря этому каждый учится ценить как свой родной, так и государственный язык. Хочется сказать, что на самом деле такие мероприятия очень важны. Мы уже на протяжении более 10 лет работаем с отделом культуры города. Конечно, это очень важно, развитие языков сегодня, всех этносов, проживающих в Казахстане, ведь это является одним из основополагающих факторов развития межэтнического согласия в нашей области. Конечно, мы очень рады, что сегодня мы можем изучать свой родной язык, пропагандировать его. Сегодня, благодаря Ассамблее народа Казахстана и других государственных органов, у нас есть такая возможность. Члены каждого этнокультурного объединения порадовали зрителей яркими музыкальными номерами. Особенно зрителей очаровала маленькая девочка, которая исполнила рок-версию народной румынской песни. Между выступлениями участников зрители развлекали таланты Караганды. Примечательно, что фестиваль проводился сегодня, 5 сентября. Эта дата была выбрана Днем языков народов Казахстана не случайно. Именно в этот день родился известный просветитель, поэт, ученый-лингвист и член партии Алаш Ахмед Байтурсынов. В конце мероприятия зрители в лице школьников города проверили на знание биографии прославленного общественного деятеля. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Караганда входит в тройку лизеров по объему отчислений Фонд медицинского страхования. Такие данные приводит директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Карагандинской области Фаза Купабаев. В настоящее время в области функционирует филиал Фонда социального медицинского страхования. Ведется активная работа по информированию населения. Заключены договоры с более сотней поставщиков медицинских услуг. Это позволит застрахованным лицам получать широкий спектр услуг как в государственных, так и в частных медучреждениях. Лидирует наш регион и по количеству взносов единый фонд. Если на первых двух строчках расположились Астана и Алматы, то вслед за ними следует Карагандинская область. Доля нашей области от общего объема взносов составила порядка 12%. Напомним, с 2017 года отчисления Фонд медицинского страхования стали делать работодатели. Внедрение системы страховой медицины позволит привлечь на рынок частные организации с новейшим оборудованием. В настоящее время нашим филиалом заключены договоры с медицинскими организациями в количестве 113 поставщиков. Среди них у нас где-то, наверное, около свыше 45% – это с частной формой собственности. Есть здесь организации, которые оказывают как амбулаторно-поликлиническую помощь, так и стационарную помощь. Есть организации, которые даже оказывают высокотехнологичные медицинские услуги. Это среди частных медицинских организаций. Ограничений не будет. Единственное, чтобы эта частная медицинская организация имела договор с фондом в рамках на сегодняшний день госзаказа, а дальше уже и средств фонда медицинского страхования. Следует отметить, что казахстанцы начнут делать отчисления Фонд социального медицинского страхования с 1 января 2020 года. Ожидается, что внедрение страховой медицины поднимет систему здравоохранения на новый уровень. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Пути реализации общенациональной идеи Менгалик-Ель в войсках Национальной гвардии, а также формирование у военнослужащих высоких идейно-нравственных качеств. Этим темам был посвящен круглый стол, который состоялся в Караганде в рамках учебно-методических сборов регионального командования Орталык. Формирование высоких идейно-нравственных качеств военнослужащих в рамках программы «Модернизация общественного сознания» Рухани Жангару. Участники мероприятия поделились своими методами работы с личным составом. За круглым столом собрались заместители командиров по воспитательной работе войсковых частей регионального командования Орталык. Среди них заместитель командира Петропавловской войсковой части 66-37 майор Кенжибулат Балтабаев. На базе нашей воинской части мы работаем в основном с солдатами. Мы проводим с ними культурно-досовые мероприятия, организовываем для них культпоходы, посещение краеведческих музеев, музей имени Аблайхана. Также мы организовываем посещение в дни выходных кинотеатров, также организовываем для них вечерочествование, где мы чествуем самых лучших солдат, по специальности определяем, поощряем приказами командиров. Всего в учебно-методических сборах принимает участие 77 человек из 12 войсковых частей Национальной гвардии, которые дислоцируются в четырех областях и в Астане. Одна из главных задач – это обсуждение программы нашего президента, Рухани Жангуру. Здесь мы хотим поднять такие вопросы, какие формы и методы воспитательной работы использовать для, в первую очередь, для воспитания и пропаганды нашего казахстанского патриотизма. Какие формы и методы использовать для того, чтобы сохранить наш национальный код. Какую работу будем проводить именно для перехода с Кириллиса на Латинницу. В работе круглого стола приняли участие руководители области, партии Нуратан, общественность Караганды, а также кадеты и курсанты школы Жасулан. В областном центре в шести школах сформированы кадетские классы. Директор школы номер 58 Татьяна Болгобекова отметила, что с самого первого дня офицеры Национальной гвардии принимают непосредственное участие в воспитании кадетов. Национальная гвардия Республики Казахстан – это вообще гордость для наших кадетов, офицерский состав Национальной гвардии напрямую сотрудничает с нами во всех мероприятиях. У нас есть очень много уже теперь культовых для нашей школы событий, которые стали событиями города. Это посвящение в кадеты, это кадетский бал, военно-полевые сборы, это кадетские ночи. И повсюду с нами офицер Национальной гвардии. Учебно-методические сборы продлятся до 6 сентября. Финальным мероприятием станет онлайн-встреча солдат срочной службы со своими родителями. Впервые такое интерактивное общение состоится в войсковой части 6505. В Национальной гвардии уверены, что подобное новшество вскоре станет обычной практикой во всех подразделениях. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Есть у нас побеждения? Все они в свое время уже прошли срочную службу в армии. Нынешние сборы предназначены для повышения квалификации. За месяц каждый из них должен освоить курс теоретических и практических занятий по своей военной специальности и общим дисциплинам. На данных учебных военных сборах основной упор делается на практическую подготовку. Занятие включает огневую, специальную, тактическую, строевую, физическую, радиационно-химическую, биологическую, инженерную, государственно-правовую подготовку. Основной целью воинских сборов является повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, содержащих мирное время в сокращенном составе. Военно-обязанные, призванные на военные сборы, проживают в палаточном городке, обеспечены продовольственным пайком и вещевым имуществом. За военно-обязанными на период сборов сохраняется рабочее место и занимаемая должность. Выплачивается средняя месячная заработная плата за счет республиканского бюджета. Руслан Жангалеев призван из города Кокшетау. Срочную службу он проходил 9 лет назад здесь же, в Караганде. Руслан признался, что рад вернуться. Для меня это не новое, а новое то, что я буду заново проходить новое обучение, повышать свой стимул, квалификацию, видеть новые лица, знакомиться, приобретать новых сослуживцев, друзей. Для большинства мужчин военные сборы – это не только повышение своих навыков, но и наполненные романтикой воспоминания о юности. С момента прохождения мной срочной службы прошло 10 лет. Сегодня, вновь оказавшись в войсковой части и надев военную форму, я будто вернулся в молодость. Очень интересно пройти все это вновь, освежить и усовершенствовать свои знания. Сборы военно-обязанных проходят на постоянной основе, поскольку обучение очень важно для поддержания навыков владения оружием и управления сложной военной техникой. По окончанию военных сборов военно-обязанным, успешно закончившим обучение и получившим положительную характеристику, предусматривается присвоение очередных воинских званий. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. С 7 по 9 сентября впервые в Караганде пройдет третий этап Кубка страны по триатлону. В связи с этим 8 сентября с 7.00 до 15.00 будет перекрыто движение транспорта по улице воинов-интернационалистов. От пересечения с улицей Ермекова до улицы Чкалова, а также улицы Чкалова. От пересечения с улицей Кривогуза до проспекта Бухаржрау. 9 сентября также будут перекрыты указанные улицы, но с 7.00 до 11.30. В первенстве примут участие более 200 человек из пяти регионов Казахстана. Астаны, Алматы, Акмолинской, Павладарской и Карагандинской областей. Наш регион представит 80 спортсменов. Место старта плавательного этапа – пляж Центрального парка Караганды. Полторы тысячи метров. Велоэтап – 40 километров. Начинается от линии посадка на велосипед сблизи транзитной зоны в Центральном парке. С последующим движением по улицам воинов-интернационалистов и Чкалова. Беговой этап – 10 километров. Три круга в Центральном парке. Стоит отметить, что в последнее время триатлон набирает популярность в Казахстане. Ежегодно участниками мультиспортивной гонки становятся десятки из сотни человек. Субтитры создавал DimaTorzok